Сохранить исторический облик центра Волгограда и не дать коммерческим структурам испортить фасады зданий, имеющих культурную ценность. Именно это стало основной целью рейда, который прошел сегодня в городе Герой. Его инициаторами выступили члены общественной палаты региона, обеспокоенные постройками, которыми, как грибами, после дождя обрастают дома, чей первоначальный вид по закону изменять нельзя. Вместе с общественниками и представителями Министерства культуры в рейде побывала и наша съемочная группа. Слово Екатерине Караваевой. Эта пристройка к 21-му дому по улице Мира пока остается в незавершенном состоянии. Здесь может появиться очередной бутик или организация показаний узкопрофильных услуг. Проект будущего здания владельцы так и не предъявили, рассказали представители общественной палаты региона. Между тем, у специалистов есть большие сомнения в законности проводимых здесь работ. Ведь этот дом относится к объектам культурного наследия. Данный объект строился, возводился без разрешительной документации, без согласованного проекта, без разрешения на работы и на строительство. В данном случае идет прямое нарушение градостроительного кодекса и федерального закона об объектах культурного наследия. Скорее всего, выкупили квартиры. Две квартиры здесь объединены в одну, что явно ведется работой по конструктивным или каким-то элементам изменения. Сейчас помещение опечатано, строительство прекращено. Собственник здания привлечен к административной ответственности. Собираются документы для направления в прокуратуру. А вот владельцев этого магазина детских товаров, расположенного на той же улице Мира, полтора года назад суд уже обязал убрать так называемое украшение фасада здания, представляющего историко-архитектурную ценность. Однако предприниматели выполнять официальное предписание не спешат. Но дальше всех зашли владельцы бутика одежды, расположенного по улице Советской, 12. Мало того, что разрешение на устройство подобных витрин здесь никто не давал, так еще предприниматели демонтировали табличку с описанием исторической ценности дома. Здесь в свое время, в 1918-1919 году был военный совет Северо-Кавказского военного округа. Здесь размещался штаб 10-й Красной Армии. Это наша историческая память. И общественная палата возмущена таким, как раз, соотношением к историческому культурному наследию. Позже табличка появилась, но на другой стене здания. По мнению общественной палаты региона, для того, чтобы предотвратить подобные ситуации и сохранить исторический облик Волгограда, необходимо ввести постоянный мониторинг на улицах города. К этому нужно активнее подключать неравнодушных жителей. А подобные рейды с участием представителей не только Министерства культуры, но и Госстройнадзора проводить регулярно. Екатерина Караваева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».